Приоритетная цель – сделать всё возможное по недопущению и распространению коронавирусной инфекции. Образовательные учреждения на карантине, многие организации и ведомства также закрыты, другие работают по особому режиму. В штатном режиме работает Министерство внутренних дел, однако с соблюдением всех известных мер предосторожности. В связи с пандемией руководством МВД принимаются необходимые меры по предотвращению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территорию Республики Южная Осетия. По распоряжению Министра внутренних дел создан оперативный штаб для мониторинга ситуации, который работает в тесном взаимодействии с Комитетом по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и с Министерством здравоохранения и социального развития. В целях защиты своих сотрудников от угрозы коронавирусной инфекции руководство Министерства внутренних дел на время карантина освободило от службы лиц, страдающих хроническими заболеваниями, беременных женщин, сотрудников, которые осуществляют уход за детьми до 10 лет с сохранением заработной платы. Большое внимание уделяется и соблюдению рекомендаций ЮГУ Сетпотребнадзора. Сотрудники медико-санитарной части МВД проводят разъяснительную работу с личным составом органов внутренних дел по профилактике коронавируса. Подразделение Министерства внутренних дел обеспечено средствами индивидуальной защиты – это перчатки, маски, дезинфицирующие средства, а также респираторами – это для подрульных экипажей. Особое внимание министрам МВД уделено тем подразделениям, которые работают в тесном взаимодействии с гражданским населением. Как отметили в Министерстве, технический персонал проводит уборку помещений дезинфицирующими средствами, обрабатываются рабочие поверхности. При входе в помещение сотрудники обрабатывают руки антисептиком и надевают перчатки. Медперсонал ежедневно измеряет температуру лиц, находящихся в ИВС. На время карантина запрещено и посещение людей, содержащихся в изоляторе. В изоляторе временного содержания на время карантина запрещены все посещения и свидания. Задержанным ежедневно измеряется температура. В помещениях чаще проводят дезинфекцию и соблюдают все гигиенические нормы. Все подразделения обеспечены дезинфицирующими средствами, стационарные посты, патрульные экипажи, контрольно-пропускные пункты. Автомашины, которые заезжают на территорию того или иного подразделения, подвергаются дезинфекции. Патрульные экипажи, которые осуществляют круглосуточное дежурство по городу, обеспечены индивидуальными средствами защиты. Стелла Бязарова, Вадим Габараев, Оксана Таттаева. Информационный выпуск. Сегодня.